Всем привет! С вами граф Фон Зонг. И вы видите перед собой заставку офигенной игры с офигенной графикой. Называется она Tachyon The Fringe. Как видите из надписи в углу экрана, она была выпущена в 2000 году. 14 лет минуло с её выпуска. Можно понять из заставки, что она что-то связанное с космосом. Так и есть. Это Космосим. Первый Космосим для меня на ПК, который я купил. Практически с этой игры начинается моя любовь вообще к этому жанру. И для своего времени это была великолепная игра. Более того, это для меня даже сейчас великолепная игра, когда я начал опять заново её проходить. Вернулось это чувство ностальгии, тёплое ламповое ощущение, когда игры были лучше, чем сейчас. Графика была хуже, но всё остальное было лучше. Графика 2000-х годов, конечно, вас не порадует, если вы любите графон АК в кризисе. Но если вы выдержите зрелище примерно той картинки, которая сейчас есть на заставке, значит будете не зачарованы. Вытекать ваши глаза от спрайтов здесь не будут. Тут, конечно, нет вам никаких шейдеров, но тем не менее, картинка хоть приблизительно будет приличной, на мой взгляд. И это до сих пор играбельно. В это до сих пор интересно играть. Как мне кажется, именно в то время Космосимы достигли своего совершенства. Жанр достиг самых максимальных высот, чтобы потом окончательно уйти в незабытие, буквально до самого последнего момента. Изменится ли что-нибудь в этом, покажет время. А в то время, 14 лет назад, выходили лучшие игры этого жанра. Это вот эта игра Тахеон, Free Space 2, который до сих пор фанаты полностью переписали весь графический движок. Он теперь выглядит красиво. Любой желающий может посмотреть на Ютубе. Лучших современных стандартов. Великолепный геймплей, бой, дискотека, просто от рада глаз. Также это Винкомандер, интерактивное кинцо с Люком Скайлокером, постаревшим в главной роли. Ну, у каждого свои были любимые игры того периода. В этом жанре это Экстеншн и тот же самый Хоум Планет, который вышел на 3 года позже этой игры. Там уже были другие технологии. Графика была поприятнее. Сам он более хардкорный. Это, естественно, все же аркада. Но в эту аркаду интересно играть. Здесь интересный сюжет. Здесь его писали видимо настоящие сценаристы. Он адекватный. Здесь нет какой-то неведомой короче, нет инопланетян. Великолепно озвученная. Как профессиональными, так и полупрофессиональными актерами. Озвучка просто шикарная. Главную роль нашего персонажа озвучил актер Брюс Кэмпбелл. Прошу прощения. Брюс Кэмпбелл. Если вы не знаете, кто это такой, то вы наверняка, особенно если вы моего поколения Пепси, видели фильмы Зловещие мертвецы. А также сериал Похождение Гераква и, конечно, Зена Каролина Войнов. Где данный персонаж тоже засветился. Никогда бы не узнал его голос здесь, но тем не менее. Озвучка шикарная. Поэтому если вам все еще интересно, откиньтесь кресло и наслаждайтесь зрелищем. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok 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 Если вы примерно знаете английский язык, я надеюсь вы его знаете, потому что эта игра полностью на английском, переводить ее для вас не буду, да и комментировать буду по минимуму, так как наш персонаж сам довольно скорный язык и за словом в карман не лезет, любит сам все откомментить получше меня. Я расскажу о том, что вы слышали. Вот наш герой, некий наемник, свободный пилот, который работает на корпорации. В современном будущем мире в этой вселенной есть множество крупных корпораций, которые выясняют друг с другом отношения. Вот как выглядит наш герой, небольшое описание его, его фотография, наш текущий корабль, единственная чистая статистика, инвентарь, который практически пуст, Есть небольшой ящик со всяким барахлом, который станция Новый Цюрих купит за 200 кредитов. Фактически, практически свободный мир торговли, ё-моё. Главное меню, которое вы видите, это холл станции, которая находится на орбите Европы. Это спутник Юпитера в Солнечной системе, если вдруг кто не знал. Вот, собственно, у нас есть галактическая карта, где представлены все те места, где мы можем побывать в игре. Вот, Солнечная система. На заднике почему-то нарисована галактика Млечного Пути, предположительно. Не знаю почему. На самом деле, вот это здесь сектор, всего лишь Солнечная система. Видите, разделены на игровые зоны, локации, так называемые сектора, попасть из которой можно, перелетая через тахионные врата, которые вы видели в ролике. Большие корабли используют свои собственные двигатели, а мы перемещаемся под таким зонам, подобно множеству другим игр, через ворота. Тут же перемещаясь с одного сектора в другой. Вот это остальные другие звездные системы, в которых из них мы обязательно побываем. Ну, практически во всех. У них также есть свои сектора, и каждый из них абсолютно не похож на другой. Что нас туда приведет, вы видите по сюжету. Ну, а пока у нас еще расскажу о том, что в этой вселенной есть свой первый канал. Тахион News Service, rated number one. Corporate disciplinary hearings for PPS and Oberon. The Тахион News Service is proud to announce that for the 10th straight year, we have been voted the number one source of news in the galaxy. Independent research gives us an 86% accuracy rating for our stories, making us the most reliable source for information that has ever existed. Audiences praised are proprietary smart headline technology, a feature that highlights the stories that are personally most important to them. At Тахион News Service, we deliver the news faster than the speed of light. Literally. Видите, даже в 26 веке, время, когда происходит действие игры, существует телевидение. Это телевидение примечательное тем, что оно является главным источником информации об игровой вселенной, рассказывает много всяких вещей, связанных непосредственно с вами, с игровым процессом, так и абсолютно не связанным, а мы просто описывающим вселенную. Это очень интересно, если вам хочется погрузиться в сюжет игры, в окружении, создает нужную атмосферу. Во время репортажа, как видите, есть экранчик, где показывают простые презентации в картинках. Видеоряда нет. Это все-таки 2000 год. Игры еще располагались на CD-дисках, даже не на DVD. Весили не больше 700 мегабайт. Так что видео не завезли. Но даже так все сделано, талантливо, красиво и со вкусом, что, ну, не знаю, мне нравится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но они также могут быть о нас, как, например, вот этот репортаж. Забегая немножко вперед скажу, что наш персонаж довольно частенько будет становиться героем в различных выпусках новостей в том или ином случае своей роли. А также здесь много и других попутной информации, которые тоже интересно будет почитать, если вам понравилась вселенная. Здесь открывайте новость. Мы, герои дня, спасли пассажирский шаттл. А вот новость о том, что недвижимость у спутника Европы дорожает. Недвижимость это апартаменты на звездных станциях. Даже вот покажут, как они выглядят приблизительно. Представляете, так жить на звездной станции у вас такое в окне космос. Странно. И другие новости. Ну, я буду останавливаться в основном на тех, которые озвучены, либо на тех, которые действительно очень интересные и текстовые, и на всех подряд. Их все-таки слишком много будет. И мы постепенно приступаем к непосредственно самой игре. Вот список наших заданий. Мы работаем на корпорацию AGT, Advanced Ganimation Technologies. USG это United Soul Government. Это обучающие миссии. Они не очень интересные. Тут убивать дронов, тут пролетать через кольца. Тоска смертная. А вот это вот обучающая миссия, которую мы сейчас и пройдем. Мистер Логан, good to hear from you. Welcome back from your brief vacation. I understand Mars is quite beautiful during the second summer. I bring a simple request. A new flight instructor has recently been promoted to the AGT Pilot Corps. Next week she will begin training rookies in basic flight controls, targeting, and tachyon jump gate use. We would like you to test her basic curriculum for accuracy. We understand it might feel a bit awkward for a pilot of your caliber to take a basic training run, but it would be quite helpful to this instructor to have an expert as her first pupil. Вот наш ангар. У нас здесь есть два летательных аппарата. Это Pegasus и Orion. Два нам не нужно, нам хватит и одного. Один из них можно спокойной душой продать. Вот описание. Характеристики. Сваты оружия и систем. Текстовое описание. Pegasus более легкий, более скоростной, более маневренный. Пожалуй, я его и оставлю. Orion продам. По-моему, стоит дешевле. Экран конфигурации нашего истребителя. Тут довольно просто. Система корабля. Оружие. Легкий лазер нам не нужен. Продали. Купили два средних лазера. Описание характеристики пушек. Само собой. Тайгер мысл. Нет, пожалуй, мне ракеты не нужны. А это так называемые системы корабля. Описание то, за что отвечает система. На чем она нужна. Здесь некоторые системы, на мой взгляд, такие очевидные, что, мне кажется, их не нужно было покупать. Они должны быть в корабле по умолчанию. Хочешь видеть точку прицеливания, купи специальную систему. Странно. Хочешь увидеть, сколько у противника осталось прочности, щита и корпуса? Тоже купи систему. Займи слот. То есть нельзя купить всевозможные системы, которые только есть, и поставить их. Нет ограниченное количество слотов. И авторборнер это форсаж. Самая необходимая вещь. Продолжение следует... Пилот's Training Course. Here you will learn the basics of piloting a starship. On the left side of your screen, you will notice a step-by-step objective list for you to follow during this session. Take a few moments to get accustomed to your ship's controls. Try turning and rolling. Adjust your speed with the plus and minus keys. When you hold down the tab key, your afterburners will provide you with a tremendous burst of speed. Notice the bar on the right side of your radar. This shows how much energy you have left for your afterburners. You'll notice it drains fast. In order to travel from sector to sector, you will utilize tachyon coil generator gates. Your navigational computer will highlight any gate you need to travel through to complete your current contract. If the gate is not in front of you, a gold arrow will point to it. I will now open the Luna TCG gate, which will let you travel all the way to the Earth's moon in just a matter of seconds. All right, heading to the gate now. By the way, you can quickly autopilot through a gate by using the A key. Here you can see what it is. This is the Tachyon of the gate. These are not very large, and they don't have a large ship. And they fly only small ships. And large ships fly by themselves between sectors. So these are the rules of the game. And yes, we have an autopilot. Here's how he works. Congratulations. You made it to the Luna sector. Before jumping to Venus, you should practice the slide maneuver. Go ahead and fly close to the shipyard so that you have a nearby point of reference. Okay, you got it. When you hold down the Q key, your ship will continue heading in its current direction, regardless of which way you turn the ship. As soon as you release the slide control, your ship will begin heading in the direction that you are pointing. Sliding is handy for making quick turns or for keeping your weapon pointed at a target. When you are comfortable with the slide maneuver, fly through the Venus Sector Tachyon gate. As you can see, we are on the orbit of the Moon. There is a Earth. And the Autopilot is one of the best features of this game. It's just a lot of time. As soon as you have already arrived, the ship will be able to practice your targeting skills on inactive space mines and moving unbanned vessels. Your ship's advanced targeting system will automatically locate the nearest enemy. The lower left-hand display will show relevant information, such as the ship's name, allegiance, and its distance from you. Press the period key to cycle through all of the enemy mines. Notice that a bright red arrow in the center of the screen will point you to your target, if it is not in front of your ship. Go ahead and destroy the mines. On the bottom center of your display, you will find your ship's radar. Objects that are in front of your ship will appear in and around the center box. Those on the outer edge of the circle are actually behind your ship. TCG gates will appear as blue dots. Allied ships will show up as green dots, and enemies will appear as red dots. Your current target is highlighted. Cycle through all targets with the bracket keys. You can also select the target that is directly in front of your ship by pressing Enter. Let theùs man how the under by Продолжение следует... 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 Так, самое скучное позади, впереди приключения. When you get back to the Starbase, you can select your jobs from the contract list and reconfigure your ship with new weapons and system cards. Don't forget to read the galactic news and check for new ship upgrades in the hangars configure screen from time to time. This concludes the AGT Basic Pilots training course. I hope I did okay as your instructor. Oh, you did fine. Don't you worry about trying to kill me back there. I won't hold it against you. Thank you again, Mr. Logan. Feel free to use the autopilot key to dock with Europa Starbase. Well done, Mr. Logan. Ms. Kirkland has received an evaluation of her routine. Sorry about the malfunctions. Not that we had any fears that you couldn't handle yourself. The credits have been transferred to your account. I hope you liked it. I hope you liked it. In any case, the most interesting thing will be ahead. Всем пока. Пока. One.